Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. В крае ее оценивали коллективно. Просмотр организовал Общероссийский народный фронт. Один из самых любимых в народе святых в сочинских храмах сегодня отметили День Николая Чудотворца. 20 медалей и путевка в сборную сочинцы вернулись с краевого турнира по спортивной аэробике с победой. Сегодня Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. В центр международной торговли в Москве съехались почти две тысячи журналистов. В регионах прямой эфир с президентом смотрели коллективно. Совместный просмотр организовал Общероссийский народный фронт. Обсудили выступления президента России и сочинские общественники. Активисты движения ОНФ, неравнодушные горожане и лидеры общественного мнения смотрели пресс-конференцию Путина в центральной библиотеке. Общероссийский народный фронт впервые организовал трансляцию пресс-конференции президента. К обсуждению пригласили всех желающих, чтобы после подробно все обсудить, сконцентрировавшись на актуальных для города Сочи проблемах. Сочи, соответственно, поддержал эту инициативу и организовал данное мероприятие на площадке центральной городской библиотеки. Участники отметили, что темы, которые сегодня обсужаются в ходе пресс-конференции, также близки и нашему городу. Вопросы, которые сегодня задаются и мы их слышим, будут зафиксированы и взяты под контроль ОНФ и приняты к решению. Мы внимательно прослушиваем президента, проанализируем все, что он сказал, попытаемся как-то провести проекцию сказанного президентом на те процессы, которые происходят в нашем городе и вместе с работниками администрации и работниками представительной власти попытаемся найти варианты решений тех процессов, которые на данный момент в городе Сочи не решены. Меня, конечно, касается в первую очередь направление, связанное с развитием системы образования. И важно, что эти вопросы стоят и на контроле у президента, и эти направления практически все будут реализованы. И уверенность, которую демонстрирует Владимир Владимирович, говорит о том, что в следующем году и уровни финансирования, и уровни принятия решений, и те действия, которые будут предприняты, они позволят добиться указанных, заявленных результатов. Каждый из общественников ждал своего вопроса. К примеру, Ольга Захран, педагог дополнительного образования, работает с местными юноармейцами. Ее интересовал вопрос поддержки военно-патриотической работы. Мы занимаемся проектом о поисках родственников погибших в концлагерях сочинцев. У нас по ХОСТе и по Центральному Сочи 78 человек найдено. Есть карточки с концлагерей. И по Адлерскому району 7 человек. Я думаю, что до 75-летия мы всех родственников найдем, или, по крайней мере, большинство из них. Мы рады тому, что в рамках нас проекта у нас получают активную поддержку сельские клубы, музыкальные школы. Мы сейчас активно приобретаем музыкальные инструменты. Мы сейчас заходим в нас проект с первым сельским домом культуры Хостинского района села Измайловка. На следующий год и на 21, 22, 23 годы мы готовим капитальный ремонт также сельских домов культуры в Лазаревском районе и в Адлерском районе, чему мы очень рады, что нас слышат и поддерживают. Большая пресс-конференция президента – это, по сути, подведение итогов года. Глава государства общался с журналистами больше четырех часов. Это стало 15-й юбилейной встречей российского лидера с представителями СМИ. Всего журналисты успели задать президенту Российской Федерации свыше семи десятков вопросов. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Кубань назвали главной кузницей самбистов в России. Сегодня в Москве было подписано соглашение о развитии этого вида спорта в Краснодарском крае. Документами с достигнутыми договоренностями обменялись губернатор Вениамин Кондратьев и Сергей Елисеев, президент Всероссийской Федерации самбо. В регионе со следующего года начнут строительство 14 комплексов единоборств, а также продолжат внедрять в школы уроки самбо. Сейчас в этом проекте уже участвуют 356 учебных заведений. Всего в Краснодарском крае самбо занимаются около 80 тысяч человек. Тысячи страниц законов, изменивших регион, четверть века как одна большая сессия. Менялись составы, технологии голосования, политическая повестка, но одно оставалось фундаментальным – верность избирателю. Наши коллеги побывали на торжествах в честь 25-летия Законодательного собрания Краснодарского края, узнали, какой закон получил номер один и заглянули в главный зал заседаний, в который просто так не попасть. Это уникальные кадры одного из первых заседаний Кубанского парламента. Именно так, 14 декабря 1994 года начиналась новейшая история законодательной ветви власти в регионе. 25 лет назад в здание по адресу улица Красная, дом 3 в Краснодаре вошли 50 первых народных избранников. Тогда толком никто не представлял, как будет работать созданный законодательный орган. Все приходилось принимать заново – устав, регламент. Назвать спокойными первые сессии тоже нельзя. Много споров и разногласий. Но даже самые острые законопроекты народные избранники пытались решать максимально конструктивно. На рассмотрение сырые документы старались не выносить. За четверть века приняты больше 19 тысяч законов и постановлений. Самые резонансные законы, которые вызывали эмоциональные споры, помнит весь край. Сегодня на праздновании юбилея вместе депутаты всех шести созывов. Перед торжественной частью они вспоминают самые яркие моменты на заседаниях и около них. Поздравляя законодателей, губернатор отмечает, что главным принципом в их работе всегда было улучшить жизнь простых кубанцев. «Мы даже не свидетели, а участники этих событий. Участники. Живые, настоящие участники. И первого парламента в том числе. И вот того, что происходило в стенах нашего законсобрания в 94-м году, 95-м, 96-м депутаты были абсолютно разные и с манерой изложения разной, и с подходом, и с выступлениями очень такими эмоциональными, интересными. Знаете, в чем их нельзя упрекнуть? В непрофессионализме и нежелании сделать жизнь на Кубани лучше. Они были убеждены в своей правоте, что нужно что-то сделать для развития экономики, для жизни людей. И они старались доказать, убедить, старались выхватывать микрофон, подбегать к трибуне, пытаться заглушить других, доказывая собственное мнение. Это качественная, отличительная черта кубанского парламентаризма. Но всегда было в рамках нормы, в рамках взаимного уважения друг к другу. Всегда. Все 25 лет плечом к плечу законодательная власть работала с властью исполнительной. Инициативы краевой администрации не всегда воспринимались на ура. Но в споре непременно рождалась истина. Губернатор говорит о главном достижении парламентариев. Они смогли при помощи рационального закона творчества помочь Кубани пережить лихолетие 90-х и сделать родной регион процветающим. Во многом это удалось благодаря Вадимиру Бикетову. Владимир Андреевич Бикетов не просто было с первым созывом. И со вторым не просто было. Потому что, еще раз подчеркиваю, когда идет общая турбулентность, трясет, то каждый видит решение по-своему. А как можно было собладать тогда? Чем убедить каждого из депутатов? Какими аргументами, что вот это решение правильное, что вот этот закон, проект закона нужно поддержать, который инициировал тогда губернатор Кондратенко? Создали основу законодательства нашего края в целом. Создали основу экономики. Правильно создали. Правильно создали. И кто бы что сегодня не говорил. Мы же сегодня строим фундамент, то есть здание на базе их фундамента. На базе того, что они создали и заложили. И действия Кондратенко, значит, на том историческом этапе развития Кубани были правильны. И Владимир Андреевич, который его поддерживал, понимали, что нужны вот именно такие, может быть, нестандартные, но глубоко патриотичные решения, которые и привели к результату. Я, коллеги, хотел бы возникнуть именно отдельно депутатов первого созыва. Друзья, спасибо вам огромное. Трудиться ради людей, которые доверили депутатам свои голоса, не пафосная речь, а повседневный принцип. Даже не работы, а жизни. Ведь быть народным избранником – это не просто профессия. Анализируя 25-летку, нынешний председатель акцентирует внимание на том, что ситуация во всех отраслях экономики и социальной сферы всегда находилась под постоянным контролем профильных комитетов. Ситуация во всех отраслях экономики и социальной сферы находилась под постоянным контролем профильных комитетов. В случае назревшей необходимости депутаты оперативно пересматривали положение краевого законодательства с целью обеспечения устойчивого роста отраслей. Или же, пользуясь правом законодательной инициативой, вносили предложения по изменению федеральных законов. В этом была и остается сама суть работы законодателей. Под номером один – краевой закон о моратории на приватизацию образовательных учреждений. Благодаря нему детские сады и даже школы не уплыли под коммерцию. Тем же первым составом долго спорили о миграционном законе, пытаясь остановить потоки нелегалов, потянувшихся на Кубань с распадом Союза. Но безоговорочно продвинули закон о поддержке аграриев – один из документов, спасших умирающее сельское хозяйство. Так и назвали. О чрезвычайных мерах по улучшению положения в АПК Краснодарского края. Это не только увеличение производства продуктов питания, это прежде всего занятость людей, это возможность работать, возможность достойно содержать свою семью. И это сегодня действует на территории Краснодарского края. Среди депутатов – руководители 30 крупнейших отраслевых предприятий, опытные госслужащие, аграрии, казаки, политологи, люди самых разных профессий. Такой состав позволяет принимать сбалансированные решения. Каждый заслуживает отдельных аплодисментов. Многие коллеги, вы, понятно, избирались, были депутатами. Это не работа, это служение. Мы сами выбрали этот путь. Путь доверия людей, и это доверие нужно оправдывать каждый день. Каждый день. Поэтому я хочу всем вам пожелать оставаться в строю, в строю продолжить служить нашей малой родине Кубани, Краснодарскому краю, конечно, нашей огромной Великой России. Спасибо вам всем огромное. С юбилеем! За 25 лет изменился весь край, стало другим и законодательное собрание. Парламентарии выработали четкую стратегию развития. Политические силы научились находить компромиссы. На первом плане уже давно мнение жителей, а не собственные амбиции. И это позволяет считать кубанский парламент одним из лучших в России. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok Предпраздничная выставка-ярмарка «Кубань-Рождественский базар». Продукты и деликатесы для праздничного стола. Подарки к Новому году и Рождеству. Авторские изделия, аксессуары. Ежедневный розыгрыш призов. С 19 по 22 декабря. Жемчужина. Вход свободный. В Сочинском национальном парке высадили краснокнижные деревья. 3000 саженцев хурмы Кавказской, Граната Обыкновенного и Витикса Священного теперь будут расти в Адлерском, Веселовском и Головинском участковых лесничествах. Деревца были выращены в питомнике нацпарка. В течение нескольких лет сотрудники лесничеств будут ухаживать за посадками, а два раза в год, весной и осенью, пропалывать. Все деревья являются редкими видами и занесены в Красную книгу Краснодарского края, а хурма Кавказская еще и в Красную книгу России. Но это не тот вид хурмы, который предлагается в магазине, но именно его используют для колировки сортов привычной нам японской хурмы. Плодами граната питаются в основном беспозвоночные обитатели леса, а Витикс Священный очень привлекателен для пчел и отличается долгим периодом цветения. В Сочинских храмах сегодня отметили День Николая Чудотворца. Праздничная литургия прошла в Кафедральном соборе Святого Равноапостольного князя Владимира. Туда сегодня утром пришли почти две сотни верующих. Как мы можем дома сидеть спокойно, когда такой праздник? Зимний Никола. Он самый лучший наш покровитель, потому что мы всегда обращаемся к нему за помощью, и он всегда нам помогает. Службу, которая прошла в Никола с передоновском пределе собора, посетили также глава города Алексей Копайгородский и вице-мэр Галина Москалева. Божественную литургию провел епископ сочинский Туапсинский Герман. День памяти святителя Николая – один из главных праздников для православных. Чудотворец Николай, архиепископ Мирликийских, является одним из самых почитаемых святых. И к другим новостям. В Сочи открылся Рождественский базар. Выставка под таким названием развернулась в гранд-отеле «Жемчужина». Она проходит уже много лет подряд перед новогодними праздниками, чтобы и сочинцы, и гости курорта смогли купить подарки родным и близким и угощения к праздничному столу. Открытие выставки «Кубань Рождественский базар» – всегда большой праздник для всех участников. Во-первых, выставка предновогодняя и проходит в особой атмосфере. А второе – сегодня организатор выставки компания «Соут» празднует день рождения. За 28 лет успешной работы компания стала одним из лидеров выставочной индустрии России, организовав более 500 выставок различной тематики. Собирать такие большие выставки – это наша профессия. Сегодня на выставке «Рождественский базар» и «Кубань» большое количество производителей. Очень приятно, что сегодня у нас на выставке присутствуют и кубанские производители, и производители из других регионов нашей страны. Это и Алтай, и Камчатка, и Ставропольский край, Ростовская область. На выставке «Кубань» Рождественский базар собрано все, что ищет любой покупатель в преддверии зимних праздников. Здесь можно купить сувениры или подарки для коллег, близких и друзей. А еще качественные продукты на новогодний стол – все, чем славятся регионы нашей страны. Травы, чай, грибы и ягоды, мед, большой выбор сыра, мясных и рыбных деликатесов. Представленная продукция под брендом сделана на «Кубани». Это краевой конкурс в области качества. Товары «Кубань» широко известны не только на территории Краснодарского края, но и за ее пределами. И право получить знак, сделан на «Кубани», это является краевым брендом, знак качества, нужно победить в конкурсе, пройти определенный отбор тщательный. И можно с уверенностью сказать, что для потребителей это гарантия, что продукция является качественной, безопасной и уникальной. Выставка «Кубань» Рождественский базар для санаториев курорта – это отличный шанс заключить договоры на поставку качественной кубанской продукции. Ну а покупатели, кроме разнообразия товаров, ждут ежедневные розыгрыши, мастер-классы и приятные сюрпризы. Ярмарка «Кубань» Рождественский базар будет работать до 22 декабря в гранд-отеле «Жемчужина» с 10 до 18 часов. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Особой популярностью на выставке «Рождественский базар» пользуется стенд компании «Икра и рыба Камчатская». Там можно купить рыбные деликатесы и красную икру. Эти продукты украсят любой праздничный стол. А еще они не только вкусные, но и очень полезные. С Камчатки прямиком на новогодний стол сочинцев. Возле вкусного и ароматного прилавка «Икра и рыба Камчатская» выстроилась длинная очередь. Хоть Сочи и находится на берегу моря, но таких деликатесов здесь точно не купишь. Например, вот такую свежую чавычу – слабосоленую, горячего или холодного копчения. Чавычу за изысканный вкус, большое количество белка и длинный список полезных микроэлементов называют «царицей лососевых». А вообще на выставку «Рождественский базар» в Сочи компания привезла более 45 видов рыбы. Белорыбец, очень нежная, вкусная, неповторимый вкус. Корюшка, зубатка, палтус, нерка. Большой выбор. Более 45 видов рыб у нас. Мы коптим из свежего сырья, не из замороженного. Это позволяет сохранить все полезные свойства. Рыба только натурального копчения. Коптят её на вишне, ольхе и яблоне сразу после вылова. В Сочи деликатесы привезли самолётом прямо с Камчатки, но несмотря на большое расстояние, без глубокой заморозки, чтобы сохранить все полезные свойства продукта – витамины и микроэлементы. Мы любим эту продукцию. Уже не один год приобретаем её и всегда обычно остаёмся довольны. И перед Новым годом всегда хотелось бы что-то вкусное на стол для себя и для гостей. Качество продукции просто замечательное. Мы от него в восторге. Ну и сегодня, как всегда, набрали большой сет или комплект разной рыбы. Мы ждём каждый год эту ярмарку, специально отслеживаем, когда она будет. Рыба действительно очень вкусная. Ну и цена, я считаю, соответствует абсолютно качеству. Ну и какой новогодний стол без красной икры? Здесь можно купить икру чавычи, слабосолёную, крупнозернистую. Компания «Икра и рыба Камчатская» ждёт своих покупателей на выставке «Рождественский базар» до 22 декабря с 10 до 18 часов в Гранд-отеле «Жемчужина». Инга Габеши, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Наступает пора детских утренников и корпоративных праздников. Чтобы довольными остались и дети, и взрослые, стоит заглянуть в магазин «Любимый». Новогодняя атмосфера царит в воздухе. Самое время задуматься о подарках для близких. Магазин «Любимый» на Горького 58А предлагает новогодние подарки из конфет. Выбор огромен. Конфеты вкусные и свежие, а начинки – необычные. С отборными орехами и мармеладом, со сгущённым молоком и карамельной крошкой, со свежими ягодами и суфле, йогуртовой начинкой и сливочным марципаном. Помимо традиционных конфет «Алёнка», «Мишка Косолапы», «Каракум» есть много интересных новинок. Вы пробовали конфеты с шариками «Эмэндэмс» или со вкусом сыра маскарпоне? Обязательно стоит попробовать. Есть лимитированные новогодние коллекции конфет, которые украсят праздничный стол. Магазин «Любимый» предлагает огромный выбор разнообразной упаковки. Подарки формируют оптом и в розницу по оптовым ценам. Форма оплаты любая. Предусмотрены скидки и подарки. Магазин «Любимый» на Горького 58А работает без выходных с 10 до 19 часов. Телефон 918-392-40. Сочинцы вернулись с победой с краевого чемпионата и первенства по спортивной аэробике. Турнир прошел в Новороссийске. Сегодня девочки тренируются в родном зале, но также тщательно, как перед краевыми первенством и чемпионатом. На турнире спортсмены выступали в трех возрастных группах и пяти дисциплинах. Это соло у юношей и девушек, миксты, а также трио и группы. Победа на первенстве края дает путевку в сборную Краснодарского края. Результат был достаточно продуктивным. И 20 спортсменов в различных номинациях нашего отделения одержали победу. В нынешнем году это последний важный старт для сочинок. Поэтому, хоть и волновались, решили без медалей домой не возвращаться. Перед выступлением мы репетировали всякие элементы. Такие как делосал, коза, верхний угол, перевороты. И это все мы использовали на выступлениях. Мы заняли первое и второе место. Первое по трио, второе по группе. Я участвовала в категории 9-11 лет. По этим соревнованиям я заняла первое место. Было много соперников, но мне удалось их обыграть. Я делала новые элементы. Угол, также вертикальный шпагат, геликоптер, латеральное отжимание. Тренировалась. Иногда даже боялась то, что не сделаю. Но я очень даже хорошо выступила. Я собралась и вышло хорошо. Каждый элемент оценивали семь судей. Ведь в спортивной аэробике собраны упражнения из разных видов спорта. За сочинцев болели и товарищи по команде, и случайные зрители. Отличились и старшие девочки. В этих соревнованиях я выступала с двумя программами в категории 15-17 лет. Мы выступали в номинации «Тройки» 15-17 лет и «Солотом» 15-17 лет. В которых я заняла первое и второе место. К этим соревнованиях мы готовились очень упорно, долго. И это все не прошло даром. В нашей школе уже шестой год работает отделение спортивной аэробики. Сейчас на данный момент занимается 216 человек. И работает 5 тренеров. Несмотря на такой короткий промежуток времени существования нашего отделения, в нашей школе есть уже чемпионки и призерки краевых соревнований, всероссийских соревнований, соревнований Южного федерального округа. На краевом турнире сочинцы 8 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Также в копилке спортсменов столько же серебряных медалей и две бронзы. Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.